Книга «Открытым оком» 6 том, вопрос 1580, взаимоотношения. «Случалось ли вам быть обманутым в своих расположениях кому-то? Пусть и к неверующим, а потом разочароваться в нем», – отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Недавно произошел со мной именно похожий на это случай, когда судья-женщина помогла мне полностью выиграть судебную тяжбу. Я попросил, чтобы ее и на следующий суд дали в наше дело. А она на следующем этапе решила уже все вопреки смысла и в мою пользу ни копейки. Но я не разочаровался. Решил, что она специально так сделала, чтобы вышестоящая инстанция, видя полный отказ и полное несоответствие истине в решении суда, легче бы решил в мою пользу. Вот так по-детски все и думаю. Председателю суда Центрального района города Барнаула. Прошение. 12 февраля 2002 года я подал исковое заявление о защите чести и достоинства против ГТРК «Алтай» и составителей двух телепрограмм «Пролог» и на лестничной площадке Лавриненко СН и Прокофьевой ИВ, а также распространители несоответствующих действительности сообщений дружинина ДГ и Петренко ВС. Нападки и поношения касаются православной веры и меня лично, как проповедника и старосты крестовоздвиженской общины РПЦЗ города Барнаула. Дело это должен рассматривать судья с очень хорошими знаниями религии вообще, и православной веры в частности. 8 февраля 2002 года закончился процесс по моему иску к МК на Алтае по двум клеветническим статьям в их газете. Судья Сухарева ТП, суд Центрального района города Барнаула, вела суд объективно с полным рассмотрением всех материалов. Прошу для рассмотрения моего искового заявления назначить Сухареву ТП, если это возможно, так как она уже хорошо ознакомлена и с материалами, и с самой сутью дела. В моей практике это первый случай по такому делу, когда не приходится обращаться в Краевую судебную коллегию и просить об отмене постановления суда первой инстанции. Судебную коллегию по гражданским делам Алтайского краевого суда кассационная жалоба на решение Центрального районного суда города Барнаула от 27 ноября 2002 года по иску Лапкина Игнатия Тихоновича. Истец Лапкин Игнатий Тихонович, проживает Барнаул, 2-я строительная 62-16, телефоны, ответчики ГТРК Алтай, адрес Барнаул-Змеиногорский тракт 47, Петренко Владимир Сергеевич, Барнаул-Песчаный 89-148, Лавриненко Сергей Николаевич, Барнаул-Змеиногорский 47, Прокофьева Ирина Валентиновна, Барнаул-Змеиногорский тракт 47, Дружинин Дмитрий Геннадьевич, город Пермь, улица Коминтерна 30-2. В удовлетворении моего иска мне полностью отказано, с указанным решением я не согласен и полагаю, что оно незаконно и подлежит отмене. В ходе судебного заседания были исследованы все обстоятельства полно, однако суд дал им неправильную оценку и неправильно применил нормы материального права. В постановлении Верховного суда номер 11 от 18 августа 92 года о некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дела о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц, указано, что порочащими являются сведения, не соответствующие действительности, содержащие утверждения о нарушении гражданином или организации действующего законодательства или моральных принципов, которые умаляют честь и достоинство гражданина, либо деловую репутацию гражданина или юридического лица. Во-первых, сведения должны быть порочащими, во-вторых, сведения не должны соответствовать действительности, и в-третьих, сведения должны быть распространены. Согласно пункту 7, названного постановления Пленума ВС, обязанность доказывать соответствие действительности распространяемых сведений лежит на ответчике. Истец обязан лишь доказать сам факт распространения сведений лицом, к которому предъявлен иск. Суд признает, что истцом представлены видеокассета с фильмом, потеряевка легенды и реальность и передача на лестничной площадке, то есть факт распространения истцом доказан. Далее выдержки из решения суда будут даны всюду курсивом. Суд с первой же фразы Пол Лавриненко пошел против совести, главного закона в человеке. Писанный даже божественный закон, возвещенный Богом через Библию, стоит на втором месте после совести, заложенный в человеке при творении. Все человеческие законы стоят позади совести и божественного закона. Есть закон совести, не писанный, на бумаге, но написанный на скрижалях сердца всех народов. И есть божественный закон, писанный Библия. Судья легко с первой же строки переступила эти два закона, а далее легко пошла на поводу софизмов и по пути хитросплетения лживого человеческого языка, на поводу безграмотной лживой экспертизы. По порядку решения с конца третьей страницы. В связи с чем суд освобождает Лавриненко СН и ГТРК Алтай от ответственности за показ в фильме с рисунком, на котором изображен черт с надписью «Община отца Игнатия». Что из того, что рисунок будет осужден Октябрьским судом позже показа фильма господина Лавриненко? Разве Сергей не знал, что рисунок не придает чести тому, против кого он нарисован по заказу? Разве на Масхадова посмели бы так посягнуть или на Сурикова АА? Ни одному человеку на земле не дано право не изображать человека, сотворенного по образу Божию в виде демона, не тем более оправдывать этого мерзавца рисовальщика-богохульника, скрывая его от ответственности. Взявшимся судить нужно очень хорошо помнить, что за каждое слово человек будет отвечать после смерти на суде Божием. Суд не выносит даже устного порицания безбожнику, но освобождает от ответственности. Но если здесь человек не раскается, то значит будет ответ держать после всеобщего воскресения на суде Божием. Такие решения именем России ложатся тяжким временем на тело будущих поколений России. Легенды и реальность свидетельствуют лишь о намерении дать полную картину жизни в потерявке. В зале суда просматривали дважды эти легенды, то есть злобные и лживые комментарии Лавриненко, полные злоху лени на возрождающийся поселок и на его жителей, и особенно на Лапкина Игната Тихоновича. Но Лавриненко ничего не показал о Потеряевке, ни одного жителя, тем более не показал полную картину жизни в Потеряевке. Получается, что судья легко согласилась, что эта пустота экрана лавриненковского фильма о Потеряевке является реальностью вместо легенд государственных фильмов о Потеряевке, занявших первые места в России и на международном киноконкурсе, и легенд всех публикаций в центральных и районных газетах тех журналистов, которые по неделям жили и работали в Потеряевке. Значит, судья это и нужно было, а не правда и истина. Практически все публикации о Потеряевке были положительными, даже восторженными, не считая клеветы в МК на Алтае, чьим материалом и воспользовался клеветник Лавриненко. Сираха, 27,9. Птицы слетаются к подобным себе. Фильмы Лавриненко и Прокофьевой несут отрицательную оценку, следовательно, в названии «Легенды и реальность» мы видим не только намерение автора дать полную картину жизни, как говорит лингвистическая экспертиза Матвеева О.Н., но опровергнуть устоявшееся положительное мнение и дать отрицательную оценку вывести на чистую воду. Поэтому в контексте фильмов это название – заявка на срывание маски с положительной легенды о Потеряевке и показ истинной сути безнравственности реальной Потеряевской жизни. Поскольку фильм содержит большое число лживых и ничем не подтвержденных в кавычках фактов и мнений, что было выявлено в ходе суда, а также направлен на формирование отрицательного мнения о Потеряевке и ее основателе Лапкине Игнатия Тихоновича, то и название «Потеряевка. Точка легенды и реальность» в контексте фильма является оскорбительным и унизительным для всех жителей Потеряевки и подрывает его моральный авторитет гражданина и христианина. Из показаний свидетеля со стороны Лавриненко Брачук Капе на суде можно заключить, что Лавриненко составил свое мнение задолго до того, как съездил в Потеряевку. Личное дело 156. Я понял, что сюжет будет необычным, так как с нами был юрист и представитель администрации района и было сказано, что возможно будет конфликтная ситуация. С 1984 года я работаю оператором. Нам сказали, что вы человек скандальный, часто обращаетесь в суд, что может вполне возникнуть конфликт. Командует оператором режиссер, не я решаю, что и сколько пойдет в эфир. На вопрос Лапкина о том, было ли с ним когда-нибудь подобное, чтобы они брали с собой юриста, заранее предполагая конфликтную ситуацию, Брачук ответил, что за все годы работы с ним никогда такого не было. Поскольку за все время существования Потеряевки в ней были десятки журналистов и никогда не было никаких конфликтов, то можно предположить, что Лавриненко с самого начала был настроен агрессивно и на верующих смотрел, как на заразных извергов. Потом он сознался. «Мне хочется просто сбросить одежду и сжечь ее, и тереть кожу до тех пор, пока она не сойдет». Личное дело 104. Поэтому, говорите, попытки установить реальность нельзя. Фраза «его» Лапкина можно встретить в образе убогого старца, из кармана которого всегда торчит мобильный телефон. Не содержит утверждения о том, что Лапкин убогий старец и что он имеет мобильный телефон, поскольку речь идет не о Лапкине, а об его двойственном образе. Вот это-то слово сплетения и называется цинизмом и блудословием оглашенных изуверов. Именно вот так поняла это выражение только эксперт-лаборант и судья. «Я не я, и лошадь не моя». Выходит, можно все же встретить в городе образ Лапкина, как в рассказе «Нос» Гоголя, отдельно от самого Лапкина, которого и доставал Дружинин, как говорит Прокофьева. «Я уже тесно познакомилась с Дружининым, мы побеседовали, он мне очень много рассказал по этому поводу, и у меня уже сложилось свое собственное впечатление обо всем этом». Лист дела 105. Материал пап Потеряевки составлялся на основании фильма и бесед с Лавриненко и Дружининым. Лист дела 111. «Жаль, что Прокофьева не позвонила мне, я бы ей представил вот этот документ». «Многочисленные свидетели, допрошенные в ходе следствия, подтвердили, что Лапкин не совершал тех поступков, порочащих его честь и достоинство, которые распространял Дружинин ГП». «Прокурор Край, государственный советник юстиции 2-го класса Ю.Ф. Параскун» 18 октября 2002 года против Дружинина Д.Г. вновь возбуждено уголовное дело Октябрьской прокуратурой по клевете по этим именно фильмам. 19 ноября 2002 года возбуждено уголовное дело за клевету уже против Лавриненко С.Н. Прокофьевой и В. Федяева Д.А. и соединено с делом против Дружинина Д.Г. той же прокуратурой и Октябрьским ОВД следователь Забровский Е.Г. Разве можно так изворачивать истинный смысл жизни и так защищать безобразничающих словом и поливающих грязью образ своего единоплеменного старца с мобильным телефоном? Как показали свидетели, нет такого старца убогого в городе, да еще и с мобильным телефоном. Это есть самый настоящий поклеп несоответствующий действительности. У меня не только не было никогда мобильного телефона, но я его еще и доселе не держал в руках ни разу. Этой фразой показывают Лапкина в образе того же Курдюмовско-Лавриненковского черта, и судья обязана была осадить взорвавшихся поносителей и очернителей. Но судья это убоялась сделать? Сераха 7.6. Тогда не домогайся сделаться судьею, чтобы не оказаться тебе бессильным сокрушить неправду, чтобы не убояться когда-либо лица сильного и не положить тени на правоту твою. Екклесиас 3.16. Еще видел я под солнцем место суда, а там беззаконие, место правды, а там неправда. Заключение лингвистического эксперта методист-исследователь Матвеева О.Н. ПРОВОДИТСЯ ЭКСПЕРТИЗА СЛОВ КАВЫЧКИ ОТКРЫВАЮТСЯ Тогда сначала я должен того устранить и убить. Тогда преграда устраняется, а это не всегда удается. КАВЫЧКИ ЗАКРЫВАЮТСЯ ТРИЖДЫ ПОВТОРЯЕТСЯ Эксперт говорит, что для анализа необходимо взять фразу полностью, но берет не фразу целиком, а лишь предложение и привозит. А если считать, что виноват кто-то, и он мешает достичь цели, тогда сначала я должен того устранить и убить. Тогда преграда устраняется, а это не всегда удается. После этого, совершенно игнорируя условную предпосылку «если считать», эксперт имеет глупость заявить, что приведенная фраза содержит утверждение о том, что для устранения преграды, мешающей достичь цели, необходимо устранить и убить виновного, а также противоречит тем идеям, которые проповедовал Иоанн Златоуст и Федор Михайлович Достоевский. Таким образом, эксперт извратила даже смысл этого предложения, которое вырвано из фразы. Ибо кроме условия «если считать» существуют условия, а «если не считать». И кроме того, в первой части фразы, которую опустила эксперт в своем заключении, есть утверждение о том, как должны считать мы. Теперь рассмотрим фразу целиком. Кавычки открываются. Все нужно начинать с себя, тогда путь открыт. Нужно разорвать это внутреннее стеснение направленности вины на другого. А если считать, что виновен кто-то, и он мешает достичь цели, тогда сначала я должен того устранить и убить, тогда преграда устраняется, а это не всегда удается. Смысл фразы таков. Нужно считать себя виноватым. А если считать виноватым не себя, а другого, что является грехом по христианскому вероучению, тогда не остается иного выхода, как этого другого устранить и убить, чтобы не мешало достичь вожделенной цели. Это полностью соответствует идеям и Иоанна Златоуста, и Федора Михайловича Достоевского, неправославному христианскому учению. Исходя из вышесказанного, невозможно не прийти к выводу, что эксперт проявила свою некомпетентность и непрофессионализм методиста-исследователя или предвзятость и тенденциозность подхода, и полностью извратила смысл анализируемой фразы. Между тем, эта фраза очень важна для разбирательства по данному иску, так как ее обработка в фильме является одним из самых сильно действующих приемов, к которым режиссер Лавриненко прибегает, формируя у зрителей негативное отношение к Лапкину. Но эксперт признала, что трехкратное повторение фразы в фильме акцентирует на ней внимание зрителя-слушателя как на мысли говорящего. Но она, правда, забывает сказать, что повторяется не сама фраза и даже не последнее предложение этой фразы, а последняя часть этого предложения, которая говорит о том, чего с христианской точки зрения делать нельзя. и на этой части акцентируется внимание зрителя-слушателя как на мысли говорящего. Кроме того, эксперт заявляет, что истец представляет анализируемую фразу как цитату, указывая на одну кавычку в исковом заявлении. После этого эксперт долго рассуждает о цитации и доказывает, что в данном случае это не может быть цитатой. Эта фраза действительно не является цитатой Златоуста или Достоевского. Но диалог между Лавриненко и Лапкиным, приводимый в исковом заявлении, является цитатой из фильма Лавриненко. А одна кавычка, стоящая в конце цитаты, элементарная орфографическая ошибка, неправильное оформление цитаты, ибо в заявлении диалог оформлен с помощью тире перед фразами. Это не столь важно для суда, но очень ярко свидетельствует о некомпетентности эксперта. Об употреблении Лавриненко слов Рона Хаббарда. Чтобы заработать миллион долларов, нужно не книги писать, а создать свою религию. Лингвистическая экспертиза говорит, автор передачи напрямую не подводит итоги, он предлагает зрителю сделать это самостоятельно с помощью цитаты, подсказывая выводы, к которым пришел сам. То есть, цитируя слова родоначальника тоталитарной секты, запрещенной во многих странах мира, автор фильма подводит к мысли, что Лапкин создал свою религию, является родоначальником новой тоталитарной секты, о которой Прокофьева потом заявит, что она тоталитарная. При этом зрителям дается понять, что это выводы, которым пришел сам Лавриненко. И после этого суд решает, что употребление этой фразы в фильме не может порочить его честь и достоинство. Страница 2А Из-за того, что не содержит негативной информации о Лапкине. То есть, подсказывание зрителям мысли о том, что Лапкин является создателем новой религии, тоталитарной секты, жаждущим заработать много денег, по мнению суда, не может порочить честь и достоинство православного христианина, начальника детского лагеря, гражданина, проповедника, известного по всему миру, и не наносит ему морального вреда. На суде Лавриненко говорил, Гайдук спросил о моем впечатлении, и я ответил, мне хочется просто сбросить одежду и сжечь ее, и тереть кожу до тех пор, пока она не сойдет. Тут и пришел Хаббард на ум мне. Лист, дело 104. То есть, это та реальность, в кавычках, которую старается донести Лавриненко до зрителей, взамен легенд о потерявке. И суд решает, что выражение на миллионную аудиторию мнения о Лапкине, как родоначальнике тоталитарной секты, не может поручить его честь и достоинство. Судьи, да убойтесь же Бога! Высказывание Лапкин обещает воспитать детей в лучших традициях православной веры, и именно на это клюют родители, содержат косвенное утверждение о невыполнении данных обещаний. Этот оскорбительный выпад против меня и всей моей деловой репутации Прокофьева и не пыталась доказывать, хотя истец уже может требовать компенсации за моральный ущерб. Истец вообще может ничего не доказывать в опровержении слов клеветников. Пусть они и докажут истинность своей лжи. Но истец представил суду тех, чьи дети много лет подряд проводят лето в лагере Стане. Поселка Потеряевка. Их отзывы самые превосходные, возвышенные. Лист дела 116. А эти высказывания Прокофьевой есть абсолютно и беспрекословно лживые, несоответствующие действительности, носят крайне оскорбительный характер в вульгарно развязанном тоне, преподнесенный зрителям и направлены на подрыв моего человеческого авторитета и как религиозного деятеля, и как начальника православного лагеря Стана. Как говорил один из свидетелей, Логинов О.П. о жителях Потеряевки, эти люди настолько глубоко верующие, и я бы поостерегся поганым языком касаться данных людей. По поводу фразы «убогий» это сказано на уровне бреда, я так считаю. Мы ехали на автобусе в Потеряевку вместе с родителями детей. Я разговаривал с ними. Журналисты иногда используют в качестве оскорбительных аргументов интонацию, окраску или цитаты. Так и было здесь. Я бы дал по морде за фразу «убогий старец, если честно». В отношении Лапкина это вообще непозволительно говорить. Лист дела 148. Так косвенным образом утверждается о невыполнении своих обещаний Лапкиным о его уживости. И это суд точно так же оставляет без внимания. Не признает за оскорбления и не считает эти утверждения порочащими его честь и достоинство. А где же тогда совесть человеческая у судей? Высказывание Прокофьевой Ивы в передаче на лестничной площадке. Первое. Местных ребятишек там не встретишь, видимо, лагерь не внушает доверия. Второе. В маленькой келье по 10 человек. Третье. Спят без различия пола и возраста. Четвертое. Ранний подъем и поздний отбой. Пятое. Родители всего этого не видят, так как их сюда не пускают. Шестое. Родители не знают, что они спонсируют православную зарубежную церковь. Седьмое. Свидания с детьми запрещены. Восьмое. Жители в Потеряевской общине имеют еще меньше прав, чем воспитанные им дети. Девятое. Принимать какие-либо решения члены общины не могут без разрешения Лапкина. Десятое. Зато имеют право отчислений своих доходов в общину. Одиннадцатое. Потеряевская община находится в полной изоляции. Не являются порочащими для истца, потому что не содержат данных о противоправности либо нарушений истцом моральных принципов. Вот эти одиннадцать пунктов Прокофьевского бреда, как говорит свидетель Логинов, есть дьявольская бессовестная ложь. Разбираем по пунктам. Первое. Местных ребятишек там не встретишь, видимо, лагерь не внушает доверия. В действительности же в лагере всегда есть местные ребятишки, как Потеряевские, так и из села Корчино и из других сел Алтая. Смотрите показания Яковлева В.А. Загуляевой, Приходько, Н.Н. Второе. В маленькой келье по десять человек. В действительности же в каждой келье максимально. И то не всегда бывает семь ребятишек и воспитатель. Смотрите показания Фатеевой, Малютинака, Яковлев, Загуляева, Приходько, Савченко. У каждого ребенка свой матрас, чистые простыни, ежедневное многоразовое купание. И каждую неделю моются в бане. О том, что десять человек, не показал ни один человек. Прокофьева сама в лагере не была, но фантазировала, находясь на телестудии. Сыпала фактами, в кавычках, несоответствующими действительности. Дескать, такая там скученность, что вроде бы друг на дружке спят. Все, что касается плохого содержания детей, идет вразрез с моралью. И такие лживые сведения унижают меня, как основателя и начальника лагеря. Каковым я являюсь вот уже 29 лет. Благодаря этим припохабным фильмам я потерял многих спонсоров в городе. Третье. Спят безразличие пола и возраста. Это наглая ложь, как показали все свидетели. Клейменко, Яковлев, Загуляева и другие. Этим абсолютно надуманным обвинением Прокофьева унижает меня в моральном плане. Она показывает меня как бы насадителем безнравственности и подрывает полностью мою деловую репутацию. И как христианского проповедника, будто я насаждаю разврат. Что может быть более оскорбительного и унизительного вообще для человека? И тем более для христианина, и притом проповедующего принципы христианской морали. Чем-то доказала Прокофьева эту скверную мысль свою. До суду это и не потребовалось. Вердикт невиновности бессовестных клеветников им уже был обеспечен. Четвертое. Ранний подъем и поздний отбой. Все до единого свидетели показали, что дети ложатся спать, когда пожелают сами. Смотрите показания Загуляевой, Савченко и других. И что дети младшего возраста отдыхают днем Загуляева. Пятое. Родители всего этого не видят, так как их сюда не пускают. В действительности же лагерь комплексный. В нем вместе с детьми могут все лето находиться и родители, что и сказано в уставе лагеря Стана. И этим он отличается от прочих детских лагерей. Об этом показали свидетели родители детей, которые жили вместе с ними в нашем лагере. Клименко, Приходько, Фатеева, Малютина, Ка, Малютина, Эр, Унагаева, Яковлев, Нечаева. Семь раз приезжала к внуку за одно лето. Загуляева, Савченко, Плеханова. Об этом же говорит и устав лагеря. Лист дела 104. Сведения Прокофьевой лживы на 100% и являются, во-первых, порочащими меня и показывающими жестоким и человеконенавистным, разлучающим родителей с детьми. Всякий, слышащий это, содрогнется, что это закон с лагерь. Именно на это и направлена эта дикая информация ГТРК. Разлучение детей с родителями – это тяжкое уголовное преступление, нарушающее основные моральные принципы существования любого человеческого общества. А так как Лапкин Игнат Тихонович является основателем этого лагеря стана и его устава, то такие сведения от ГТРК порочат его как нарушителя моральных принципов и умаляют его честь и достоинство и деловую репутацию. Во-вторых, эти сведения совершенно не соответствуют действительности. Лавриненко бессовестно лжет, что видел своими глазами, что родители не присутствуют при отправке детей. Подъезжает автобус к Никольской церкви на проспекте Ленина. Я это видел. И родители не были там. Ни одного. Лишь члены общины. Да, открытые дни есть, когда родители пускают в лагерь, видимо. Но это лишь внешне видят они. А что происходит в лагере, надо видеть. От Никольской церкви автобус отходит в лагерь. Это что на проспекте Ленина? Я сам видел это. Мне уже 63 года, и я не видел еще такого беспросветно лживого режиссера. Каким нужно быть Мюнхгаузеном современности, чтобы так безумно и страшно лгать? Что-то действительно бывает трудно проверить. Ну а здесь-то легче всего это сделать. Ни один человек, ни один ребенок, ни один автобус никогда не отправлялись от Никольского храма в Потеряевку. А всегда только от Покровского собора. Никитина, 137. Как говорит Владимир Соловьев об Эрнсте Ринане, пустейший враль. И суд ему поверил? Почему же не привлекли его сразу к уголовной ответственности за лжесвидетельство и клевету, и не арестовали в зале суда? Ведь он же дал подписку говорить только правду в этом суде. Притча 19.5. Лжесвидетель не останется ненаказанным, и кто говорит ложь, не спасется. Там же 19.9. Лжесвидетель не останется ненаказанным, и кто говорит ложь, погибнет. Притча 21.28. Лжесвидетель погибнет, а человек, который говорит, что знает, будет говорить всегда. Шестое. Родители не знают, что они спонсируют православную зарубежную церковь. В действительности же, как показали свидетели, более половины детей в лагере содержится полностью бесплатно. Клименко, Савченко и другие. При прожиточном минимуме свыше 1000 рублей в месяц, что можно купить ребенку для содержания его на 100-200 рублей в месяц? И именно эту сумму, считая ее чрезвычайно большой, называет Прокофьева. Лист. Дело 209. На эти деньги содержится и обслуга лагеря, оплачивается электроэнергия, в деревне закупаются молочные продукты, из города привозятся продукты, халва, рыба, пряники, печенье, фрукты и прочее. Кого можно еще спонсировать на эти 100-200 рублей? Ясно, что этими сведениями о спонсировании, несоответствующими действительности совершенно, Прокофьева поносит меня, как отбирающего у детей и эти 100 рублей, чтобы отдать их куда-то в зарубежную церковь. Сведения эти несоответствуют действительности, подрывают мою репутацию и утверждают, что я нарушаю моральные принципы, не сообщая родителям, куда пойдут эти 100-200 рублей, которые нужно поделить еще надвое, чтобы прокормить и тех детей, которые содержатся бесплатно. В этом утверждении Прокофьевой беспредел лжи. Лавриненко много говорит о любимом его сюжете с прослезившимся мальчиком, у родителей которого он где был, мать-одиночка. Лавриненко утверждает, что мать этого ребенка не могла или не хотела забрать своего ребенка из такого ужасного лагеря. Почему? Он говорит, она плакала и сказала, что так как денег пока нет, забрать она его не сможет. Ясно, что ребенок находился в лагере бесплатно, и ей не на что его было содержать, если она его заберет с милосердной подачи Лавриненко. Так кто же спонсировал и кого? Лапкин или она Лапкина? И в таком случае зарубежную церковь? Восьмое. Свидания с детьми запрещены. Эти сведения не соответствуют действительности, полностью надуманы. Вот показания не члена общины журналиста Логинова. Мы ехали на автобусе в Потеряевку вместе с родителями детей. Я разговаривал с ними. Родители могут приезжать в любое время. Показания Клеменко, Яковлева, Нечаева, Плеханова. Девятое. Жители в Потеряевской общине имеют еще меньше прав, чем воспитанные им дети. Ни разу не встретившись с жителями поселка Потеряевка, Прокофьево унижает их практически на всю страну, показывая безвольными, сломавшимися, бесправными. И весь ход передачи показывает, что жители поселка Потеряевка потому такие, что над ними властвует Лапкин. Это не только не соответствует действительности, но если бы было так, то нарушала бы и Конституцию, и меня сделала бы уголовным преступником. Такое заявление, утверждение Прокофьевой, показывает меня нарушителем действующего законодательства в свободной стране, попирающего моральные принципы свободы, умаляет мою честь и достоинство, показывая разрушителям моральных принципов. Чтобы доказать, что Лапкин отнял все права и свободы у жителей Потеряевки, в фильмах Лавриненко и Прокофьевой зрителям преподносится мысль, что без ведома Лапкина не имеют права и жениться. Я спрашивал у парней в этой деревне, и они мне сказали, что жениться не могут без разрешения. Лавриненко, лист дела 104. Эту поносную ложь опровергают свидетели. Фатеева, Унагаева, Яковлев, Загуляева, Приходька, Савченко. Десятое. Принимать какие-либо решения члена общины не могут без разрешения Лапкина. В действительности же я являюсь жителем города Барнаула, старостой крестово-сдвиженской общины города Барнаула. Обе передачи и Лавриненко, и Прокофьевой имели одну четкую цель – поразить Лапкина Игнатия Тихоновича, показать его тиранам, деспотам, Дракулой, и поэтому средствами не гнушались, чтобы достичь своей цели. Сведения о том, что жители поселка Потеряевки бесправны, преступно лживы. Деревенская община Потеряевки зарегистрирована в Краевом управлении юстиции. Руководящим органом является Совет деревенской общины, который законно избран и утвержден в Краевом управлении юстиции. Совет принимает законные решения без моего участия и без уведомления меня. Кроме того, проходит общее собрание общины. Сведения, распространенные через ГТРК Прокофьевой, полностью не соответствуют действительности, являются плодом дикого вымысла, клеветой, и утверждают, что я являюсь нарушителем моральных принципов, то есть тиранствую над великим божьим даром свободой человека, являюсь главой тоталитарной секты, обосновавшейся в Потерявке. Вот об этом весь фильм на лестничной площадке Прокофьевой И.В. В течение 32 минут на миллионную аудиторию, под соответствующую музыку, все накаля и накаля обстановку, настораживая зрителей и голосом диктора, и плывущими титрами об опасности тоталитарных сект. Наконец и всем присутствующим на этом шоу и зрителям сообщают, что в Алтайском крае есть такая секта именно в настоящее время, и даже более того, у них есть главарь Лапкин Игнатий Тихонович, хитрый и двуличный, жестокий и беспощадный, что его многие видели в городе, прикидывающимся убогим старцем, но в действительности располагающим огромными средствами, ибо у него всегда из кармана торчит мобильный телефон. И сразу же показываются присутствующие на студии, их загоревшиеся интересам глаза, что они все сподобятся быть участниками и зрителями страшной тайны, разоблачения, притом всенародного душителя свободы, непонятно почему еще гуляющего на свободе. И тут же покажут, как один из таких главарей уже сидит за решеткой. Тут и глупому понятно, чему ведет речь Прокофьева. Туда же светит дорога Лапкина. В подтверждении своих слов Прокофьева Ирина Валентиновна показывает фильм Лавриненко Пролог. Напряжение достигает наивысшей точки, и вдруг Прокофьева выкидывает последний козырь, что сегодня у них присутствует, эксперт по религиям, дружинин ДГ, который долгих пять лет жил в этой тоталитарной секте. По сценарию открываются двери, входит этот, в кавычках, эксперт, работник благотворительной еврейской организации Эвен-Эзер, член действительно опасной секты, новая жизнь. Как об этом пишет газета Барнаульской епархии Алтайская миссия номер 4-5 Март 1999 года страница 3 Опасна секта. Успевший после бегства из Потеряевки побывать еще и у католиков. Но Прокофьева не говорит ни слова о том, с кем свела ее судьба на ее погибель. Позже она это поймет, что дружинин, жестоко посмеялся над ней, обманув ее. Он скрыл, что взял вместе с отцом у государства подъемные деньги и стратил их, ничего не вернул государству и скрылся с места происшествия. Вся его депрессия заключалась в том, что он не знал, как выпутаться из этой истории со взятыми у государства деньгами. По сегодняшнему курсу около 700 тысяч рублей, а лист дела 37. Покидая Потеряевку, этот эксперт по религии благодарил и общину, и особенно священника, и Игнатия Тихоновича Лапкина за хорошее к себе отношение. Вся трагедия дружинина произошла на почве его неверия в Евангелии, потери веры в спасительность нахождения в православной церкви, а от страшной лени, в которой он пребывал вместе с пьяницей и кляузником, своим родным отцом-милиционером, подполковником в отставке в Потеряевке. Попав в эту страшную американскую секту, он ожесточился и стал всюду клеветать на Потеряевку и особенно на Лапкину. Против его отца было возбуждено уголовное дело за клевету по ст. 129, ч. 2, УК РФ с тем он и умер в настоящее время возбуждено по этой же статье и уголовное дело против его сына дружинина ДГ за эту лживую передачу. Прокофьева говорит Лиздела 106 и 111. Видеоматериал о Лапкине был после фильма Легенда и реальность. Появился интерес, и я уже тесно познакомилась с дружининым. Мы побеседовали, он мне очень много рассказал, по этому поводу, и у меня уже сложилось свое собственное впечатление обо всем этом. Сама я в Потеряевке не была, фильм основан был на фильме Легенда и реальность и после разговора с дружининым и Лавриненко. Материал по Потеряевке составлялся на основании фильма и бесед с Лавриненко и дружининым, который знал, что месть неминуемо будет в его адрес. В целях личной безопасности дружинина «Я многое вырезала из передачи», сказанная дружининым. Волобуева ММ говорит «Дружинин имел отрицательные высказывания в адрес Лапкина и его религии». Волобуева завкафедрой теологии АГУ участница программы на лестничной площадке. Одиннадцатое. Зато имеют право отчислений своих доходов в общину. Говоря слово «в общину», всем смыслом передачи Прокофьева кричит «отчисляют Лапкину». В общем контексте передачи эта фраза Прокофьевой звучит уничтожающе. Об этом так сказал журналист Логинов. Журналист иногда использует в качестве оскорбительных аргументов интонацию, окраску или цитаты. Так и было здесь. Лист дела 148. Прокофьева не может указать, кто давал, ни сумму назвать и вообще ничего. Но на миллионную аудиторию брошен гнусный намек. Лапкин паразитирует за счет угнетенных и порабощенных им прихожан. Он попирает моральный принцип свободы распоряжаться своими средствами. Такое утверждение умаляет мою честь и достоинство, как христианина. Такое утверждение умаляет мою честь и достоинство, как христианина и проповедника. Лавриненко же уточняет эти поборы и клевещет. «Эти члены общины одну десятую своего заработка несут Лапкину. Он создал себе рабочих, сам нигде не работает». Лист дела 18, том 2. Неужели же судья не видит преступный сговор этих лжесвидетелей безбожников против Лапкина? Неужели судья не видела свидетелей, которые говорили о противоположном? Неужели лжесвидетели Лавриненко и Прокофьева доказали суду эти в кавычках факты? Ничего они и не пытались доказать. Видимо, уже знали, что им будет вынесен оправдательный приговор от судьи. И это суд от имени России? Да убойтесь же Бога, судьи неправедные! Сафонии 3.3. Князья его посреди него, рыкающие львы, судьи его, вечерние волки, не оставляющие до утра ни одной кости. Михея 3.5. Кто ничего не кладет им в рот, против того объявляют войну. Прошла дрожь в коленках и в руках у Лавриненко, Прокофьевой и у Дружинина. 12. Потеряевская община находится в полной изоляции. Эти утверждения Лавриненко и Прокофьевой надуманны, лживы и опровергаются показаниями всех свидетелей и представленными публикациями о Потеряевке. Клеменко, Загуляева, Галина Приходько, Логинов и другие. Утверждения об изоляции Потеряевки не соответствуют действительности. Никак не подтверждается и смысл этого утверждения опять же в том, что виноват в этом Лапкин. Как об этом клевещет Лавриненко. На следующий день мы со стороны деревни подъехали к лагерю. Там молодые люди вели какое-то строительство, но вдруг все резко скрылись, увидев нас. Лиздела 96. Я официально заявляю, что люди прятались, когда видели нас. Без разрешения Барабаша и Лапкина они не могут говорить. Лиздела 17. Том 2. Выводы лингвистической экспертизы говорят о том, что передача на лестничной площадке является авторским взглядом, а автор дает свою оценку. Отрицательное мнение автора выражается с помощью нормативных речевых средств. Несмотря на местами безграмотные и некомпетентные выводы экспертизы, пункт 1.2.4 следует согласиться с тем, что выражения ведущей были нормативными, и она не сквернословила в эфире в адрес Лапкина. Только необходимо добавить, что нормативными средствами были изложены многочисленные, ложные и поносные факты и мнения, абсолютно несоответствующие действительности, что было доказано в ходе судебного процесса. А кроме того, эти «факты» и авторское мнение являются поручащими моральный облик истца и подрывающими его авторитет, что суд совершенно проигнорировал. Судья нигде не ссылается на представителя истца Русакова КВ, который говорил так. Я бы хотел сказать, что эти два материала взаимосвязаны. Лавриненко выполнял задание на государственные деньги. Он составил фильм с негативной направленностью. Он пытается воздействовать на зрителя. Это было бы полбеды. Он выставляет свое мнение впереди фактов. Пименова, главный редактор телевидения ГТРК «Отай», признала, что Прокофьева допустила ряд ошибок в своей передаче. Значит, что-то было не так. Признала, что фильм Лавриненко не будет более транслироваться на ГТРК. Ответ Пименовой, ЛФ на бланке. Тем самым признала, что нарушения имели место. Покажите фильм о лагере. Но вы выставляете свое мнение выше конкретных фактов. Лапкин требует простого дать время в эфире и принести извинения. Он вам уже простил, как человек верующий. Почему бы вам не извиниться? Фильм предвзято изображает ситуацию. Он просто основан на комментариях. Лиздела 26, том 2. Прокофьева говорит, Лиздела 108, «То, что родители там не бывают, я считала так, что это мое предположение и мнение после просмотра фильма и пояснений. Я имела на это право». То есть Прокофьева утверждает, что она имеет право выдумывать факты, делать предположения и высказывать свои мнения по телевидению, причем мнения страшные о людях и организациях как тоталитарных сектах. И это все на государственные деньги. Она рисует образ страшной секты, страшного лагеря, страшного, жестокого начальника лагеря Стана Лапкина Игнатия Тихоновича. Создает образ полной неизвестности и бесконтрольности в потеряевке со стороны общества и государства. И всех отправляющих туда детей объявляет ненормальными. Любые нормальные родители не согласились бы отдать своего ребенка в неизвестность. Я думаю, что это родители, которые входят в общину. Все вышеуказанные сведения в фильмах Лавриненко и Прокофьевой совершенно не соответствуют действительности, что и показали свидетели. Судья Сухарева ТП не допросила еще пятнадцать свидетелей, ожидавших вызова в коридоре, но спросила, могут ли они добавить к делу что-то еще новое или их показания такие же. И она сказала, все ясно, можете людей отпустить. Это означает, что судья полностью убедилась в том, о чем говорили уже прошедшие свидетели. Убедилась окончательно и твердо. Вот как на это отреагировал Лавриненко Лиздела 145. Хочу отметить, что свидетели просто говорят по написанному одно и то же, что и говорил истец. Поэтому сомневаюсь в правдивости показаний данных свидетелей. Во всех странах мира судьи знают, что истинность показаний верующего свидетеля и неверующего далеко не равны. Верующий очень хорошо знает, что всякая ложь от дьявола и грозит наказанием вечности адскими муками. Поэтому свидетели клянутся на Библии, положив на нее руку, как и президент христианской страны. Показания же неверующих в Бога людей не вызывают доверия. Иоанна 8, 44. Христос сказал, «Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины, когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». Откровение 21, 8. «И всех лжецов участь в озере горящим огнем и серою». Не могут быть привлечены к ответственности Лавриненко С.Н. и Прокофьева И.В. за высказывания и мнения других лиц, которые были показаны в фильме и передаче. Выходит, чтобы кого-либо оклеветать и не спровергнуть, необходимо закупить ГТРК любого продажного журналиста и режиссера, и он может сколь угодно находить таких же бессовестных и наглых лжесвидетелей, как Гайдук Н. В данной передаче и крупным планом прокручивать многократно на миллионную аудиторию их клевету. Тот, кого снимают, тоже может сказать, я ничего не распространял, я просто говорил свое личное субъективное мнение, воображаемый мною образ главаря секты. По совести ли это таким хитросплетением дают возможность грешить беспредельно на Руси, в Чечне и во всем мусульманском мире этого делать не позволено. Матфея 12, 37 Ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. Иисус Христос сказал, Матфея 12, 36, за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Распространитель чужой лжи есть заразная муха, оскверняющая всех слышащих его, как говорит Иоанн Златоуст. Иова 13, 4. А вы сплетчики лжи, все вы бесполезные врачи. Если суд не выносит справедливое решение против этих клеветников и злоречивых, значит, Бог берет процесс в свои руки. А это страшно и непоправимо. Суд просто обязан размолотить горы прилживейших словес и блудословие экспертов-лингвинистов и безбожников, а не плестись в хвосте у этих, не имеющих страха Божия, лжесловесников. Не подлежат удовлетворению и требования истца, направленные к дружинину ДГ, поскольку он констатирует факты, которые произошли в его жизни, высказывания, которые порочат честь и достоинство истца им не произносились. Так ли это? В действительности же все обстоит иначе. Дружинин вовлек в большую беду Прокофьеву, которая доверилась ему во всем, как она говорит. Из дела 105. Кто же такой этот эксперт по религиям, как его представляет Прокофьева в студии, где более двадцати человек разных конфессий и батюшка под надписью на стене дураки и на обозрение многомиллионной аудитории, дружинин ДГ, не стыдясь никого, в открытую лжет в этой передаче на меня, как эксперт по религиям, что будто бы я соблазнил его бросить институт и сказал ему «следуй за мной, я беру за тебя всю ответственность на себя», что из-за меня он потерял все и специальность, и был в жестокой депрессии, сломался. Какие же доказательства добыл суд? Какие такие факты раздобыла добрая женщина судья, что поверила на слово этому клеветнику дружинину? Да никаких ни одного! Дружинин ДГ даже и в суде-то в этом ни разу не был, но все же он оправдан и может и дальше продолжать свое ядовито страшное дело клеветы. В исковом заявлении в Центральный суд подобно подробно это описано на странице 7-10, если Прокофьева и В что-то домысливала, Лавриненко СН фантазировал, перепрыгивая через Хаббарда, то дружинин-то абсолютно точно знал, что ничего того отрицательного, что он говорил о Лапкине и Потеряевке никогда не было. Он прямо устремился к статье 129, часть 2 УК РФ клевета и против него уже возбуждено уголовное дело Октябрьской прокуратуры, так же, как и против Лавриненко и Прокофьевой. Кроме того, истцом не представлено доказательств того, что Петренко ВС начал травлю против детского лагеря. В начале фильма Лавриненко СВ ссылается на это, поскольку на это указано в некоторых СМИ. Однако, решением от 8 февраля 2002 года данный факт не был установлен, и в иске было отказано, что полагает необходимым сделать и по данному делу. Судья Сухарева ТП как раз и говорит о главном катализаторе гонения на Лапкина и на лагерь Стан, которые исходили от Петренко, в то время еще не вышедшего из КПРФ. Из фильма слова не выкинешь, как и из песни, ибо Лавриненко сам говорит в начале фильма о запросе зампреда КЗС Петренко. Запрос этот означает не что иное, как дать компромат. В прошлые годы советской власти любая такая публикация заканчивалась гулагом для того, о ком писали. Старый коммунист Петренко СС пережил эпоху тоталитарного коммунизма, но бредовые идеи в нем, полупарализованном, еще не умерли. В прошлом процессе от 8 февраля 2002 года против МК на Алтай дело вела именно эта судья ТП Сухарева. Неизвестный автор газеты МК ссылался на Петренко, но тот так и не сознался, что и тогда он натравливал СМИ на Лапкиной детский лагерь. Здесь все иначе. Лавриненко прямо ссылается на запрос, поступивший от Петренко, и поэтому ссылка судьи на предыдущий ее процесс совершенно к делу не относится. Петренко должен был, должен быть привлечен к ответственности за развязанную травлю. Петренко всегда действует по девизу масонов бросать стрелы, не показывая руки. Если он вышел из партии коммунистов, которые прослужил всю свою сознательную жизнь, то пусть бы и принес покаяние за тот яд, которым он отравлял СМИ. Кроме того, в исковом заявлении говорится о целенаправленной лжи, которой пользовался Лавриненко, о мальчике, стоявшем на вышке якобы два часа. Для чего он это говорил? Чтобы показать страшные порядки в этом детском лагере угнетения детей. Кадром с этим ребенком воспользуется и Прокофьева. все свидетели показали, что дети стоят на вышке, охраняя сусликов от коршуна не более 20-30 минут. Загуляева, Приходько и Савченко. Это свидетельство Лавриненко не соответствует действительности и наносит вред моей деловой репутации. Лавриненко говорит, что детей отослали на занятия, которых не было на тот момент, и тут же показывает, что занятия по ИЗО ведет старший воспитатель Приходько Наталья. Суд эти лжесвидетельства Лавриненко даже не упоминает в своем решении, хотя они их заявлены в исковом заявлении. Это тоже не в пользу судьи и не красит ее. Лавриненко и Прокофьева утверждают, что путь в потеряевку журналистам, не поющим оды потеряевки, закрыт. В опровержении этих пакостных слов, показывающих нас честолюбивыми, мстительными словолюбцами. Представляем следующие материалы журналистов, побывавших в потеряевке после отъезда оттуда Лавриненко. 20 июня 2000 года. Российская газета, учредитель правительства РФ, «Долгий путь и остановка в потеряевке». Таисия Снегирева, фото Волобуева, страница 1.4. Версты, общероссийская газета, Макаров СС, номера 23, 25, 27, «Человек-игла», «Умереть и воскреснуть», «Спаси и помилуй». Журнал «Собеседник», номер 39, 5-11 октября, 2000 год, страница 18-19, «Лагерь потеряевка, надежда или тупик для России», Д. Быков, «Комсомольская правда», номер 241, 24 декабря 1999 года, «Потеряевка, поддержит оборону», МК на Алтае, 11-18 мая 2000 года, страница 20, «Потеряевка, двойной взгляд», Каганов, «Молодежь Алтая», 22 июля 1999 года, «В Потеряевке все на виду», В. Клименко, «Знамя труда», 14 июля 1999 года, «Решено», «Потеряевка», Е. Воронина, «Мамонтовская газета», «Свет октября», Вот уже 11 лет корреспонденты этой газеты, «Желанные гости в Потеряевке», ТВ6, Москва, 17 августа 2001 года, и представители Греции, Аргентины и другие. За 10 лет восстановления Потеряевки ни одному журналисту, писателю, корреспонденту ГТРК, Каутай, «Щедрина НН», не было отказано, заказано, как суе мудрствует Лавриненко С. Даже более того, мы постоянно приглашаем всех желающих посетить нас. У нас есть пленки с записью торжеств в Потеряевке, где видны люди, депутаты, КЗС, начальник УВД края Вальков, В.А. со своим кинооператором, который снимал везде, куда бы не бросил свой взгляд. Фотокорреспондент Валабуев А.П., фотокорреспондент УВД края Галенко В.В. Уже 10 лет почти каждый год приезжают в деревню и в лагерь, и ни одному из них не было поставлено препятствие снимать то, что они пожелают. Притом, живут они там по несколько дней, а не два часа, как Лавриненко С.Н. Это пакостное изречение. Лавриненко совершенно не соответствует истине, и он его никак и не пытался доказывать. Зачем доказывать? Главное сказать, а судья сразу и поверит ему, что и в яве случилось на этом суде. Это слово Лавриненко уже под завязку в фильме приносит мне страдания и моральные переживания, ибо потеряевка мое детище, как и детский лагерь Стан. Право передвижения согласно Конституции мы никогда ни для кого не запрещали. Лавриненко показывает нас нелюдями. Задание запроса от Петренко заключалось в том, чтобы опорочить деревню, лагерь и Лапкина. Об этом говорит содержание обоих фильмов. Но Лавриненко видит, что задание его не выполнено, и он идет на прямую подделку. Задает вопрос, возможно ли примирение московской патриархии и зарубежной православной церкви? Лапкин отвечает, возможно, но только через покаяние. Кто должен каяться? Все нужно начинать с себя, тогда путь открыт. Нужно разорвать это внутреннее стеснение направленности вины на другого. А если считать, что виноват кто-то, и он мешает достичь цели, тогда сначала я должен того устранить и убить, тогда преграда устраняется, а это не всегда удается. Эти слова не берутся в кавычки, ибо это не дословное, а смысловое изречение, взятое от различных авторов пацифистов. Любой человек поймет, на чьей стороне сердце Лапкина. Он четко ясно выражает, все нужно начинать с себя, тогда путь открыт. Это главное предложение и центральная мысль. Лавриненко это не нужно, ему нужна в кавычках реальность, и он за главную мысль берет то, что Лапкин в своем высказывании осуждает. То есть переворачивает все с ног на голову, и теперь уже мысль фраза Лапкина совершенно не соответствует первоначальному смыслу. Показывает Лапкина человека ненавистникам, идущим против основных моральных принципов и просто человека. И тем более христианина для этого Лавриненко отрывает часть предаточного предложения и буквально вдалбливает в мозги телезрителей мысль об убийственной вере, религии Лапкина, создавшего свою религию. Он отрицает и дважды приклеивает, повторяет ту самую мысль, которую осуждает Лапкин, приписывая ее ему. Так об этом говорит сам Лавриненко. Я посчитал, что эта фраза, его религия и мнение это меня шокировало, лист дела 103. И тут Лавриненко решается на подлый подлог, проводит эксперимент по зомбированию телезрителей, методом вырезки и склеивания он создает такое чудовище. У Лапкина главаря тоталитарной секты и получается, что главная мысль Лапкина в самом мирном ее предложении глобального масштаба извращается до полной противоположности своей. Вместо миротворца и миролюбца показан бандит и человекоубийца. Тогда сначала я должен того устранить и убить, тогда преграда устраняется, а это не всегда удается. Тогда сначала я должен того устранить и убить, тогда преграда устраняется, а это не всегда удается. Конец этой последней фразы, составленной из изречений Иоанна Златоустого и Федора Михайловича Достоевского, о чем Лавриненко даже не догадывается, отрезает и трижды монтирует одно за другим, как бы провозглашая, вдалбливая в мозги зрителей. Так вот в чем вера Лапкина устранить, убить. Лавриненко не слышит Лапкина, воспитателей, детей, ибо у него, у Лавриненко СН, четкая программа. Поразить пастыря и рассеются овцы. Захаре 13,7. Этот монтаж до абсурда доводит слова Лапкина. Так что эти слова совершенно не соответствуют действительности и приводят к впечатлению, что Лапкин попирает моральные принципы. А этим Лавриненко бесчестит человеческий авторитет Лапкина, которого он смертельно возненавидел априори. Лавриненко и Прокофьева утверждают, что Лапкин является старостой деревенской общины. Суд признает, что это не соответствует действительности. Если рассуждать в кабинете, разделяя эти слова, то бесчестия в этих словах никакого нет. Но суд обязан был показать, для чего вышеуказанные составители фильмов идут на эту неправду. Этим клеветникам необходимо во что бы то ни стало доказать, что Лапкин подавляет свободу личности жителей потерявки. И без его ведома нельзя не разговаривать с посторонними, не жениться. Значит, у Лапкина должно быть на это какое-то право. И Лавриненко, и Прокофьева тут же производят Лапкина в старосты, чтобы дать хоть какое-то обоснование своей беспросветной лжи. Похоже, что метод зомбирования подействовал и на судью. Как говорил министр пропаганды Гитлера Геббельс, чем чудовищнее ложь, тем скорее поверят. Если бы судья и заседатели совершили крестное замене и помолились, то чары обольщения от клеветников Лавриненко и Прокофьевой сгинули бы в тот же час. Судья при разборе фразы о возможности объединения РПЦЗМП совершенно не видит и не понимает мысль Лапкина, так как даже не приводит ее при вынесении приговора на странице 2А. Все нужно начинать с себя, тогда путь открыт. Нужно разорвать это внутреннее стеснение направленности вины на другого. На основании изложенного прошу 1. Решение Центрального районного суда от 27 ноября 2002 года по моему иску отменить. 2. Удовлетворить мои исковые требования в полном объеме. Либо дело направить на новое рассмотрение в Центральный районный суд в ином составе судей. Прилагаю копии жалобы по количеству ответчиков. 12 декабря 2002 год. Определение 29 января 2003 года судебная коллегия по гражданским делам Алтайского краевого суда в составе председательствующего Парасхунты и судей Кулеш ОА Терентьевой ВК рассмотрела в открытом судебном заседании по жалобе Лапкина Игнатия Тихоновича дело 33-563-03 лист 6. В остальной части решение суда не может быть признано законным и обоснованным, поскольку установив факт распространения в СМИ сведений, которые, по мнению Лапкина, порочат его честь, достоинство и деловую репутацию, суд не определил в качестве юридически значимого обстоятельства факт соответствия распространенных сведений действительности. Седьмой лист определения. Данное обстоятельство является юридически значимым в силу прямого указания в законе ст. 52 ГК РФ. В результате суд не разъяснил ответчикам их предусмотренную законом обязанность доказать, что содержащиеся в фильме «Потеряя в коллегенда и реальность» и телепередача на лестничной площадке сведения соответствуют действительности. Доказательства по этому поводу не представлялись и судом не оценивались. Суд ограничился исследованием вопроса о том, порочат ли распространенные сведения чести и достоинства Лапкина, признав необходимость специальных познаний назначил по делу лингвистическую экспертизу и пришел к выводу, что часть сведений не порочат чести и достоинства, так как не содержат ничего отрицательного о Лапкине, а часть не содержит данных о противоправности либо нарушении истцом моральных принципов. Последнее касается высказываний Прокофьевой и В. в передаче на лестничной клетке, на лестничной площадке. Местных ребятишек там не встретишь, видимо, лагерь не внушает доверия. В маленькой келье по 10 человек спят без различия пола и возраста. Родители того не видят, так как их сюда не пускают. Свидания с детьми запрещены и другое. Эти фразы действительно не отнесены к личности Лапкину, но суд не учел, что они касаются деятельности детского лагеря Стана в поселке Потерявка, начальником которого истец является, и он заявил также требование о защите деловой репутации. По этим исковым требованиям суждения в решении суда отсутствуют вовсе. Листопределение 8. Оценивая указания в фильме о том, что Лапкин является старостой Потерявской церковной общины, суд пришел к выводу, что хотя это указание не соответствует действительности, однако не порочит чести достоинства истца, поскольку не содержит ничего отрицательного о нем. Между тем, это сообщение в фильме взаимосвязано с фразами о том, что жители в Потерявской общине имеют еще меньше прав, чем воспитанные им дети. Принимать какое-либо решение члены общины не могут без разрешения Лапкина. В этой связи оценку следовало давать в совокупности всем обстоятельствам дела и представленных по ним доказательствам. Суд установил, что высказывание Лапкин обещает воспитывать детей в лучших традициях православной веры, и именно на это клюют родители. Содержит косвенные утверждения о невыполнении данных обещаний. По мнению верующего Лапкина, это утверждение порочит его честь, достоинство и деловую репутацию как начальника лагеря. Но и в данном случае суд не получил доказательств о соответствии указанной негативной информации действительности. Суд согласился с заключением экспертизы о том, что фраза «Его, Лапкина, можно встретить в образе убогого старца, из кармана которого торчит, всегда торчит мобильный телефон, не содержит утверждения о том, что Лапкин убогий старец, потому что речь идет об его двойственном образе. В данном случае также очевидно, с учетом специфики телефильма, передачи, о которой идет речь, о Лапкине Игнате Тихоновиче, у которого следовало уточнить, почему отмеченное высказывание поручит его честь и достоинство, и после оценки в совокупности всех доказательств принять решение по существу исковых требований в указанной части. Девятое. Суждение суда о том, что журналисты Лавриненко СМ и Прокофьева ИВ не могут нести ответственности за высказания других лиц в фильме и телепередаче не противоречит статье 152 ГК РФ и Федерального закона о средствах массовой информации. Вместе с тем само средство массовой информации может быть обязано опровергнуть распространенные в нем сведения, порочащие честь, достоинство, деловую репутацию гражданина. Потому, в частности, судебная коллегия не может согласиться. И с выводами суда поисковым требованием к дружине НУДГ суд указал, что высказывание этим ответчикам в передаче на лестничной площадке которые порочат честь и достоинство истца не произносились. Согласно исковым требованиям дружинин ДГ сказал, что Лапкин соблазнил его бросить институт, из-за него он потерял все и специальности был в жестокой депрессии и сломался. Исходя из субъективного восприятия, данные высказывания носят отрицательную информацию, но суд не указал, соответствуют ли они действительности. Лавриненко СН решение суда в части отказа ему в удовлетворении исковых требований к Лапкину и Т не обжалуют. Отменяя решение, судебная коллегия не может постановить новое решение, так как суд не исследовал доказательства о соответствии распространенных сведений действительности, не давал им оценку. Суду второй инстанции такое право не предоставлено. при новом рассмотрении дела необходимо учесть изложенное, уточнить исковые требования Лапкина и с учетом этого правильно определить юридически значимые обстоятельства, разъяснить ответчикам их обязанность доказать, соответствуют ли распространенные сведения действительности. Обратное предполагается в силу закона с учетом конкретных обстоятельств дела определить, порочат ли несоответствующие действительности сведения честь, достоинство и деловую репутацию Лапкина, после чего с соблюдением материального и процессуального закона постановить решение по существу спора. Руководствуясь пунктом третьим статьей 205 ГПК РСФСР судебная коллегия определила по показу рисунка по фразе кто должен каяться и по изречению Рона Хаббарда оставить без изменения решение предыдущего суда. В остальной части это же решение отменить и дело направить в Центральный районный суд на новое рассмотрение подписей.